Ну а сейчас мы переходим к нашей культуре, к самой популярной культуре в Алтайском крае. Это, безусловно, подсолнечник. И сегодня на наш вебинар пригласили, ну я хочу сказать, эксперта, да, вот эксперта, можно сказать, Алтайского края. Это Павел Латарцев, он является директором по производству агрохолдинга «Орбита». И сегодня он поделится с вами в нашем прямом эфире с теми вызовами, с которыми сталкивается холдинг. Я думаю, с такими непростыми вызовами, какие решения они принимают непростые для себя, какие технологические у них есть новинки, ну как они решаются теми проблемами, с которыми они сталкиваются. Павел, пожалуйста, тогда вам слово. Так, у нас какая-то... Павел у нас на связи. Так... Людмила, скажите мне, пожалуйста, у нас Павел выйдет... Ну, коллеги, возможно, тогда какие-то вопросы, если есть, я могу ответить. Так, Павел с нами. Павел, вы с нами? Да, слышно меня? Да, все отлично. Спасибо. Все, я вас уже представила. И, соответственно, мы ждем от вас ваш... Ну, скажем так, мы построили интервью на такой дискуссии, то есть вопрос, и, соответственно, Павел будет в ходе этой дискуссии, этого интервью отвечать. Ну, соответственно, вопросы мы вывели на экран, чтобы было более удобно как спикеру, так и вам, уважаемые коллеги, в общем-то, слушать и воспринимать информацию. Павел, пожалуйста, тогда вам слово. Добрый день, коллеги. Гибриды используются у нас в основном это Савенко, практически на всех площадях. Иногда берем другие гибриды, Сингенты, пробуем, сравниваем, но пока самым оптимальным, самым стабильным мы считаем Савенко. То есть мы на ней сидим плотно и сделываем уже пять лет ее, и пока альтернативы ей не видим. Что касается технологии. Наши хозяйства расположены в двух частях края, можно так разделить левобережье, правобережье. Технология может меняться только лишь вот от погодных условий. Нас Савенко устраивает тем, что она относительно короткий вегационный период у нее. Там, где наше хозяйство расположено в более увлажненной зоне, там мы просто варьируем густотой. Значит, сеем гуще, чтобы вегетация сокращалась. Как бы шляпку заведомо меньше получаем, но убираем в оптимальные сроки. Какая у вас средняя урожайность вообще либридов? Вот средняя урожайность, она сильно не колеблется. Вот даже на фоне засухи этого года мы собрали 19,7 в бункере и 17, там, с копейками в зачете. Ну, а так варьируется, там, от 20 до 22, в принципе. Есть поля, конечно, которые выстреливают, там, и за 30 дают, есть 10 центеров. Но вот в среднем по холдингу мы в районе 20-22 центеров собираем. Объемы мы сеем в зависимости от звенья всего оборота от 8,5 до 10 тысяч вектаров. Спасибо. А что у вас по маслу, масличность? Какие у вас показатели? Ну, по маслу, я так скажу, проблем нет. Как бы при сдаче всегда все в гости. Никаких вопросов никогда не возникало. Спасибо. За масличность, как правило, там никто не доплачивает. Как бы смотрят, чтобы в гости было все, и вопросов не задают. А с какими проблемами вы сталкиваетесь вот в ходе выращивания семечки? Что вообще для вас является таким лимитирующим? Ну, конечно, безусловно, влага, это понятно, да, изначально является лимитирующим фактором. А что вот еще, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и, соответственно, как вы их решаете? Ну, самый бич на подсолнечнике у нас это проволочник. Поэтому мы семена всегда покупаем только в круизерной обработке. Гибель есть в растении, но вообще очень незначительно. То есть, видно укусы, проволочник есть, никуда он не делся. Он кусает, погибает. Как бы по густоте сильно не страдаем из-за этого. Ну, луговой мотылек тоже основная проблема. Ну, сейчас средства защиты растений позволяют легко бороться с любыми вредителями, наверное. Просто нужно почаще ходить в поле, наблюдать. Да, у нас сегодня был комментарий, лучше почаще. Да, да, я именно к этому и обращаюсь, что нужно каждый день ходить в поле, наблюдать, и, в принципе, проблем не будет. По сорнякам, да, бывают проблемы, вот в юнок, основной бич такой, но работаем глифосатом перед посевом. В принципе, спокойно снимается эта проблема. Либо, ну, почвенник мы редко применяем, но если применяем, это небольшие площади. Ну, тоже как вариант борьбы. А у вас предшественник какой обычно всего бороться? Ну, по технологии, если два слова, там, перейти к технологии. Предшественник у нас всегда яровая пшеница. Подсолнечник, он всегда замыкающая культура всего бороться. После него мы поруем. Вот, подготовка под подсолнечник, это зябь мы делаем по классике, работаем топ-даунами, 20-22 сантиметра обработка. Весной баранование идет и прямой посев сейлки. Прямого посева у нас Гаспарда сейлки. Вот, если где-то требуется культивация предпосевная, ну, как в виде исключения, бывает и делаем ее. А есть какая-то практика по поводу борьбы с болезнями, возможно, что-то применяете? Насколько вы видите из себя? Проявляются, да, это вот корневые гнили бывают, ну, как правило, это наблюдается, если на соседних полях был ранее подсолнечник посеян, ну, так бывает, редко попадает так. Ну, вот, краевой эффект такой наблюдается, ну, там не больше 50 метров от края растения больные попадаются, ну, дальше как-то проблем особо нет. По предгорной зоне у нас, где влаги побольше наблюдалось, тоже проблема. Ну, работали фунгицидами, ну, частный случай, как уже там предыдущий сказал оратор, что нужно чаще в поле ходить, наблюдать. Пока такого какого-то сильных проблем, ну, нет с болезнями. Сболевание, понятно. А вот еще вопрос у нас в чате есть. Аммиак вы вносили в почву от проучника? Есть такая практика вообще использования? Под семечку не вносили вообще безводный аммиак, но безводный аммиак пробовали. Погибает все. Все проволочники, мыши, зайцы, которые рядом живут, все гибнут. Сурки и так далее. Понятно. А что, ну, я уже задала, да, там забежала вперед, вопрос по масличности. И здесь, ну, масличность питания, конечно, в первую очередь, я считаю, нужно работать микроэлементами, искать, если есть проблемы с масличностью. Ну, вот у нас особо там вопросов не возникает, но если высоколиновый, к примеру, сеять, мы тоже практикуем высоколиновый подсолнечник. Ну, желательно, конечно, удобрение стартовую дозу дать. Мы в круг работаем бором на подсолнечнике. Ну, если есть проблемы, я думаю, здесь надо искать вопросы в питании. А можете хотя бы поделиться примерно, какая у вас схема, да, там питания, как... Ну, я наверняка у вас есть в производстве отработанная схема питания по семечке, и как бы вы придерживаете этой технологии. Ну, удобрение мы даем, только вот давали под высокоолиновый подсолнечник, но чтобы олеиновое число получить, в принципе, все получается по нему нормально. Вот, удобрение не даем заведомо специально для того, чтобы не удлинить вегетацию. То есть мы свои 20 центеров имеем, как бы экономика хорошо складывается, дабы не уйти, так скажем, в уборку в снег, мы удобрение не даем. По вегетации мы работаем бором, как бы есть вопросы, там, голодание видно на нем борное. Ну, и, в принципе, все. А когда вы вносите, простите, перебью, когда вы вносите боро? Ну, до цветения, старое, до цветения. Вот уже корзинка появляется и работаем. Вот, по экономике, как бы, вопрос здесь есть. На гектаре у меня выходит где-то 21 рубль затраты. Это общие затраты, правильно я понимаю? Да, общие затраты на гектар. Вот, то есть, соответственно, если зачет взять этого года, там, 1,7 тонны, получается где-то 12,5 рублей тонна производства обходится. При цене сегодняшней, там, 35-37 рублей с НДС, в принципе, экономика превосходно складывается. Ну, да. Тогда поделитесь, как вы выживали три года назад, когда, да, там, семечка стоила 13-14 рублей на Алтае. Ну, тогда себестоимость, конечно, была пониже, затраты были чуть поменьше, то есть, цены-то были пониже, чем сейчас. И при урожайности, опять же, 1,7-1,8, в принципе, тоже экономика складывалась. Еще я поняла, что вы занимаетесь в том числе и высокоолейного семечка, и, соответственно, ну, вопрос, да, как вы эту технологию у себя внедрили, потому что, ну, есть, да, там определенные нюансы при возделывании данного подсолнечника. Что, поделитесь? Ну, как я уже сказал, отличается от основной технологии внесения удобрений стартовой ДОЗы. У него чуть дольше вегетация, у соколиного подсолнечника. В принципе, все то же самое делали, единственное, он требует к себе изоляцию, чтобы рядом там не было других подсолнечников. Ну, да, вот этот вопрос, как вы это достигаете? Да, ну, у нас 4 хозяйства, как бы, по краю, подобрали такой массив, который будет более-менее изолирован, в принципе, там посеяли, а олеиновое число там, ну, превышало там нужные показатели, там, процентов на 15-20. В принципе, получается он нормально. По питанию еще два слова скажу, вот пробовали мы кормить кассами, междурядная обработка, до посева кассы применяли в дозировках, там, от 50 до 150 литров. Да, эффект есть, все хорошо, подсолнечник супер выглядит, но вегетация сильно затягивается, здесь есть опасность не убрать его вообще. Азотное удобрение, конечно, да, не способствует тому продлению вегетации. У нас еще в чате такой вопрос, что в этом году прогрессировал луговой мутылек, соответственно, вы вообще у себя на полях это видели, если видели, как вы с этим справлялись? Ну, боролись так же, работали с инсектицидами, видели, видели, наблюдали, на поле каждый день кто-то был. Ну, в принципе, инсектицидами легко снялось, вот про опыление сказать, ну, я как-то затрудняюсь с опылением сказать. Гибриды, в принципе, всегда нормально опыляются, то есть зерно, ну, бывает так, что серединка чуть-чуть там пустых попадаются семян. Вот, кстати, на Высоколиновом подсолнечнике больше пустых было семян, вот на Савенке как-то это всегда стабильно выполненные семена. Ну, и, да, безусловно, конечно, затрагивая естественного агрохолдинга «Орбита», ну, невозможно, да, вот задать вот эти вопросы, которые сейчас у нас на экране, я думаю, что всех зрителей, они, в общем-то, беспокоят, ну, интересуют. Вот, расскажите вообще о своем производстве, немного, да, там, о вариантах реализации вашей продукции, переработки, поделитесь, как бы, информацией. Ну, вот, если, там, вернуться к вопросу технологии подсолнечника, то я считаю, что технология подсолнечника, она начинается вот с мехтока, с мехтока, с подработки, с хранения, с сушилок, если там мощностей по сушке, по хранению, по подработке нет, ну, не ваша эта культура, не стоит заниматься, потому что он требует, очень требует сушки, подработки, хранения, объемы большие занимают. Вот, ни для кого не секрет, что «Орбита» входит в группу компаний, в которую входят, в том числе, алтайские элеваторы, это группа компаний «Сеус». Вот, у нас сейчас семь предприятий по краю, элеваторные мощности позволяют в больших объемах завозить сразу, быстро, сушить, хранить, ну, никаких проблем, в общем, по уборке мы не испытываем. Вот, если есть сушилки, как бы, ну, нет проблем, тогда можно заниматься, культура стабильная, в экономике, урожая, в принципе, не проваливается. Что касается реализации, ну, на Китай неплохо торгуется подсолнечник, идеально бы, конечно, иметь свои маслодавки, вот как у нас, то есть при колебаниях цены на продукцию, на семечку, ну, если передавить в масло, там, более стабильный рынок, либо, как там, будет, если запрет, например, на вывоз подсолнечника, там, в тот же Китай, за рубеж, то на масло нет проблем, можно вывозить, без вопросов. Понятно. А сколько сейчас, напомните, у вас площадь подсолнечника, вот, в процентах хотя бы от общей вашей площади, сколько занимает? Значит, наша общая площадь пашни 66 тысяч гектар, вот, на 2021 год мы планируем под подсолнечник 8,5 тысяч занимать, у нас строгий севоборот, значит, звенья севоборота, они немножко варьируются, вот, там, 9200 гектар было в этом году посеяно подсолнечника, в этом году чуть меньше, на 22 год смотрится, там, тоже под 10 тысяч его. В принципе, вот, в пределах 8,5-10 тысяч гектаров всегда севем подсолнечника. Ну, есть, какие перспективы у вас вообще, вот, ваше видение связаны с этой культурой, как вы вообще на нее смотрите, насколько она, скажем, экономически, ну, скажем, такая подушка безопасности для Алтайского края, какие вот вы перспективы с этой культурой связываете, с реализацией, возможно, что-то еще, как вы видите будущее подсолнечника Алтайского края? Ну, для Алтайского края, там, особенно для степной зоны, это традиционная культура, на которой, там, некоторые хозяйства вообще, в принципе, экономика держится у них на этом. Площади растут по краю подсолнечника, в принципе, как любая другая масличная культура, это стабильная культура по экономике. И, я думаю, площадя сокращаться точно не будут, небольшой рост будет всегда. Ну, для вас, я так понимаю, что для холдинга она является... Для нашего холдинга у нас, еще раз повторюсь, у нас есть свой севоборот, в котором есть лен, рапс, подсолнечник, вот из масличных, и также яровая пшеница, зимая пшеница. То есть, мы придерживаемся строго системы севоборотов, как бы подсолнечник, замыкающая культура. Мы пока в ближайшее время точно от него отказываться не будем, поскольку, там, справляемся нормально, не сеем более длительные по вегетации гибриды, не уходим в позднюю уборку, стараемся всегда по-сухому все убрать. Да, урожайность у нас, может, там, не слишком такая высокая, но, я скажу так, урожайность мы можем получить и 30 центнеров, тоже савинки даже, раскачать ее нет проблем, поработать с питанием, там, и без вопросов. Но сможем ли мы это убрать? Ну, когда вы сказали, вот, в первых, там, своих словах, я так поняла, что 20 центнеров, в принципе, этот уровень урожайности вас вполне устраивает и является пока, ну, на данном уровне достаточно комфортным, ну, с той технологией, которая у вас в хозяйстве. Павел, большое спасибо вам за интервью. Я надеюсь, что 2021 год позволит нам встретиться все-таки в полях, вот, посетить ваше хозяйство. Мы планируем организовать у вас демо-точку. Я надеюсь, что мы сможем в полях воочию посмотреть, как вам удается справляться с проблемами, посмотреть технологические решения и, в общем-то, встретиться, так говорится, в face-to-face лицом к лицу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы открыты для общения, в принципе, всегда готовы и опыта заложить, и вывести, показать, посмотреть, поделиться опытом без проблем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, дальше мы продолжим наш вебинар, и к нам присоединились наши эксперты. Это Наталья Бондарева, как раз-таки наш эксперт по Волжье, и она, собственно говоря, как раз-таки поделится всеми передовыми технологиями, которые есть в России с точки зрения защиты подсолнечника, в самых подсолнечных, наверное, землях вообще европейской части, вообще Европы на самом деле, потому что, наверное, вот такого подсолнечника, как на Волге, наверное, нет в Европе нигде. Ну, может быть, за исключением Украины, да, где тоже достаточно много семечки. Ну, и наш Сергей, тоже технический руководитель технической поддержки региона, он также поделится этой информацией, которую, собственно говоря, мы видим и получаем с полей Алтайского края. Да, коллеги, пожалуйста, вам слово. За вами информация. Да, Наталья. Пока Сергей переключает слайды, да, у нас 4,5 миллиона гектар, да, это все мы, это все Волга, и, конечно же, мы являемся сейчас основными производителями подсолнечника в Российской Федерации, и не только. Да, коллеги, сейчас перейдем к теме подсолнечника, и хотелось бы осветить несколько вопросов, то есть, показать, поставьте, пожалуйста, метод для перелистывания видео, и хотелось бы показать тот профиль, который у нас имеется в компании. Еще, Наталья, я попрошу тебя немножечко микрофон отодвинуть, чтобы у нас шум уходил чуть в сторону. Коллеги, смотрите, в компании Сингента имеется достаточно обширный портфель для защиты подсолнечника. На самом деле, только в следующие года он будет увеличиться, буквально даже уже в этом году мы представим еще один наш новый гербицид, который будет доступен в рынке. Но все по порядку, то есть, компания Сингента имеет гербицид до всходового применения, такие, как Ураганфорта, например, сектор почвенных гербицидов достаточно большой. То есть, мы сегодня на СОИ проговаривали про него, он точно такой же практически и на кукурузе, то есть, как бы, также Гардегол, Гизагард и Дуал. У нас есть продукты для защиты семян, да, в последнее время идет тенденция на применение именно гибридов, которые уже обработаны, бывают обработаны только куузером, бывают уже обработаны смесью опронный куузер, да, то есть, как бы, достаточно обширный. Есть продукт Форза для обработки семян, то есть, достаточно большой пакет. Ну, и, соответственно, те хозяйства, которые применяют, к примеру, сортовые подсолнечник, тоже могут пользоваться этим пакетом и обрабатывать. Также есть послевсходовые гербициды для контроля разного направления, скажем, сорняков, да, такие, как, к примеру, Каптора по технологии Клеофил, такой продукт, как Физиолат Форта. Соответственно, есть инсектициды, да, это амплига, то есть, как бы, который зарегистрирован у нас на подсолнечнике и является стандартом для борьбы, к примеру, с тем же самым луговым мотыльком. Есть фунгициды в портфеле, да, то есть, как бы, есть специализированный фунгицид, который специально выведен для широколесных культур, такой, как подсолнечник, есть продукт Амистар Голд. И также в портфеле имеются десиканты, как метод борьбы с теми же, к примеру, заболеванием корзиночной формы, да, и, соответственно, как метод построения именно уборки в ваших хозяйствах. На текущий момент, просьба перелистнуть, потому что я не могу перелистать. На текущий момент хотелось бы немножко поговорить с вами о гербицидах. Соответственно, все вы прекрасно знаете, что на рынке существуют три технологии по сделанию подсолнечника. Под эти технологии все покупают различные гибриды. Соответственно, как бы, хотелось бы сегодня осветить эти технологии в разрезе компании Сингента, что у нас есть на данной технологии. То есть, как бы, это классические применения. То есть, классика, да, то есть, это почвенные гербициды, фолиарные гербициды, есть клеофилд, да, то есть, такие продукты, как каптора, как им работать, какие плюсы, какие минусы, какие могут быть вопросы, да, то есть, те же самые подводные камни с работой данным продуктом. И, соответственно, технологии Экспресс, да, от компании FMC. Вот, для нее, к примеру, там у нас есть продукт такой, как Физиолат Форд. Вот. И, переходя к следующему слайду, хотелось бы показать, какие, казалось бы, разные и далеко удаленные территории между нами и Поволжья. Перейдите, пожалуйста, слайд. Какие разные территории, где находится, к примеру, основная зона возделанного подсолнечника, это там Алтайский край, да, то есть, как бы, часть там Омская, немножко Челябинская. И вот здесь, смотрите, то есть, мы провели параллель, то есть, примерно, казалось бы, у нас большое удаление, но погодные условия плюс-минус у нас на самом деле одинаковы. Поэтому мы пригласили Наталью сегодня, чтобы она нам подсказала, рассказала, как они в своих более, скажем, теплых, более засушливых условиях применяют различные технологии, в том числе и почвенные гербициды, такие как Гарда Голд, например. Коллеги, давайте я более, так сказать, остановлюсь. Выбрали две территории из всего нашего большого региона, это Оренбург и это Башкирия, да. Если посмотреть Оренбург, то по Оренбургу по сумме активных температур у нас возревает подсолнечник даже самых поздних гибридов, скажем так, и 120 дней вегетация у нас возревает. У нас основная проблема, как вы видите на слайде, да, это все-таки осадки, среднегодовое количество осадков. Если взять Башкирию, да, вот я ее как бы вот так вот обвожу, да, то это регион, в котором достаточно влаги, но там большие проблемы с суммой активных температур, и там в этом регионе возревают только скороспелые гибриды, такие как Савенко, да, такие как Арка, то есть это вся раннеспелая группа. Это Сана, это Фортеми, поэтому я думаю, что так как мы с вами практически похожи, да, поэтому именно эти две территории я вам сегодня и как бы хочу рассказать опыт применения средств защиты компании Сингента, и в том числе, какие у нас технологии превалируют именно по этим двум территориям. Просьба перелеснуть слайд? Ну, не секрет, наверное, да, что в целом, в принципе, любой гибрид способен дать урожайность, там, 50 центнеров, если создать ему оптимальные условия по технологии возделывания. В среднем, если взять по стране, да, то это 15,8 центнеров, то есть мы по большому счету очень много недополучаем и не можем реализовать потенциал самого гибрида. Если взять вот Оренбургскую область, да, то средняя урожайность по Оренбургской области у нас, во-первых, у нас миллион гектаров, если средняя урожайность у нас в Оренбурге в районе 15 центнеров, это среднестатистическая по всей области. Если взять Башкирию, да, зона более увлажненная, вы видели там по количеству осадков, то это в районе 26 центнеров, это среднестатистическая урожайность по республике. Перейдите слайд, пожалуйста. Основные проблемы, почему мы недополучаем урожай, это влага. Если это Оренбургская область, то мы тут боремся за каждый миллиметр осадков и сохраняем как можно больше именно почвенную влагу. Конечно же, это бич сорная растительность, это вредители. С каждым годом становится все теплее и теплее и набирают обороты вредители. Не знаю, как у вас, у нас это сейчас хлопковая совка, которая пришла на подсолнечник буквально 3 года назад, до этого не было. Это болезни подсолнечника. Болезни у нас, конечно, основной бич, так как у нас практически севобороты, если их так смотреть, да, мы основной массой переходим в Оренбурге практически на трехполку, парк, а зимы и подсолнечник – это чаще всего встречаемый севоборот в наших хозяйствах. И в связи с таким севоборотом у нас появилась такая большая проблема, как заразиха, потому что подсолнечник возвращается на прежнее место через 2-3 года. Соответственно, за счет таких больших площадей мы вырастили у себя такую большую проблему, как заразиха. В целом, когда я говорю, да, когда меня спрашивают и говорят, вот ваш гибрид, мы купили такой дорогостоящий гибрид, и он нам ничего не дал, я всегда говорю, я хочу приехать на это поле и посмотреть. Почему? Вот эта вот фотография, да, с левой стороны, это съемка с комбайна предуборочная, да, то есть если вот так вот чисто, да, тут мы можем говорить о потенциале, да, гибрида, о возможной урожайности. Если с правой стороны, да, то это мы говорим уже по урожайность гибрида или сорта подсолнечника, без разницы, по остаточному принципу, потому что в таких условиях он выживает, если вы видите, да, то подсолнечник есть. На таких полях получаем, там, 3-4 центнера с гектара, и, соответственно, никакая экономика не выдерживает. И самое главное заблуждение, что когда сеют, считаются своими семенами, возделывают свои сортовые семена, это самое большое заблуждение, что они не требуют технологии возделывания. Вы просто придете к тому, что вы зацаряете поля, получаете падалицу и не получаете выхода, выхлопа с гектара экономического. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд хотел акцентировать ваше внимание, потому что больше или чаще всего в таких зонах, как в Оренбургской, недополучают урожай, потому что не учитывают видовой состав сорняка. Это очень важно. На сегодняшний день, где-то начиная с 2010 года, у нас очень так сильно набрали обороты зимующей сорняки. Это ерудка полевая, самое опасное, это хориспора нежная. Очень короткий вегетационный период весенний. Это работают как насосы и выбивают влагу с верхнего слоя горизонта. Вот хориспора, если она у вас на поле зацвела, у нас эта бич, то штаковая лопата туда потом уже просто не заходит и приходится бы эти поля бросать. Уже про подсолнечник говорит, когда хозяйство рискует, после этого заходит и сеет, уже однозначно недополучают урожай. Вообще вот история таких сорняков – это обработка сплошная гербицидом до посева, либо культивация перед посевом. У нас, может быть, сразу ответим. Появился вопрос в чате по поводу урагана Форта, сколько дней он необходимо применять перед посевом. Давайте еще раз вернусь. По урагану Форта, как таковых, во-первых, у нас очень много наутила по башкирии. Это технология, которая не делает спашку, и там применение глифосата идет практически прямо после сева. Зачастую так происходит. То есть сначала идет посев, потом обрабатываем глифосатом, если агроном уверен в своих силах и реально может рассчитать схожесть по семенам. Если нет, то обработки проводятся перед посевом. Спокойно обрабатываем и заходим на второй, на третий день, проводим обработку. Следующий, пожалуйста. Вот я всегда акцентирую внимание всех, да, вот вроде бы подсолнечник, такая большая культура, да, высокая, довольно-таки там практически до двух метров дорастает. Оптимально, конечно, когда она все-таки в районе метра, метр двадцать, но бывает дорастает и два с половиной, три, да, как кормить. И эта культура совершенно, совершенно неконкурентоспособная на первоначальных этапах своего развития. Если вы посмотрите, да, самые распространенные сорняки, да, это просто куриные, вообще на метре квадратном допустимо 5-8, и сощетинники 4. То есть, грубо говоря, у вас уже при четырех сорняках у вас идут уже потери урожая, которые вы не осознаете. Основная проблема в этом, а сот, если посмотрите, это два, да, почему клефосат бывает иногда более эффективный с осени. Этот вопрос связан с тем, что вы потом можете снять в зависимости от технологии сорняк на поле, но уже урон, который у вас уже забрал урожайный, скажем так, на самом начале, такой маленький сорнячок, который я вам первоначально там фотографии показывала, да, когда у нас так поле за ковром зеленым покрывается, за злаковым сорняком, то, по большому счету, весь урон уже причинен, и вы просто делаете оловерды сорняку, убиваете его, чтобы он вам не мешал в дальнейшем по уборке, но основной вред уже был причинен. Соответственно, чем раньше вы снимете сорняк, да, тем более высокий урожай вы получите. Вот тут на слайде, да, это наш полевой город, я вам специально вынесла для просмотра. Обратите внимание, гибриды, на которых был применен гербицид почвена Гарда Голд, да, по уровню урожайности выше, чем гибриды, на которых был применен гербицид по вегетации. Этот гибрид позволяет максимально раскрыть потенциал. Гербицид Гарда Голд, да, про который сегодня уже рассказывали, позволяет самое главное, что снять однолетний, двухлетний, однодольный, двудольный сорняк до момента появления всходов. И держит он практически 10-12 недель, обеспечивая максимальную защиту по однолетним сорнякам. И, соответственно, уровень урожайности в разы выше. Это наша масличность, да, которую вы видите, собственно говоря, она тоже очень сильно имеет отзывчивость от того, насколько растение было сильно и не болело. Это наша уборочная влажность. Ну, соответственно, коллеги, переходя к классическому сегменту, да, то есть мы сейчас посмотрели те данные, которые предоставила Наталья, им непосредственно по сегменту по Волжье. Классический сегмент можно на самом деле характеризовать очень просто, да, то есть самое главное, что это есть хороший досходовый контроль сорняков. То есть точно так же, как и на сои. Если мы с вами как можно раньше сделаем профилактику, вернее, не допустим развития сорняков на поле, тем выше мы можем получить максимальный урожай. Тем меньше у нас наше культурное растение, наш подсолнечник будет стоять и болеть. То есть, да, и, соответственно, у нас появляется возможность контроля сорных растений на достаточно больших площадях, то есть за короткий период вегетации. Но есть плюсы, но, соответственно, есть и недостатки, да, есть, скажем, такие минусы на классических почвенных сегментах. Это первое, соответственно, которое, скажем, очень для нас характерно, для Челябинска, Омска, для Алтая, это необходимость именно почвенной влаги, дополнительной влаги в почве. Второе, это понятно, что почвенные гербициды, они плохо контролируют, они вообще не контролируют крупносемянные сорные растения. Вот, и третий, как пункт, это, соответственно, нельзя проводить междурядную обработку, потому что мы нарушаем этот фонд, да, и, соответственно, там, где мы провели междурядную обработку, сорняки у нас все начинают прорастать. И четвертый такой подпункт, который для нас пока сильно не характерен, да, то есть, как бы, есть небольшое присутствие заразихи, это Алтайский край, зона, как раз-таки, Рубцовская, зона с Казахстаном. Очень маленький там процент, но заразиха тоже появляется. Поэтому я бы хотел показать вам, остановиться на почвенном продукте Гарда Голд. Я долго останавливаться не буду сегодня. Юля нам хорошо рассказала, показала, что это за продукт. Напомню, единственное только, что данный продукт зарегистрирован на подсолнечнике в дозировке 3-4 литра, и он зарегистрирован до всходов культуры. То есть, как бы, тоже главный аспект, чтобы не работали уже фолярно по нему. И тут бы хотелось бы обратиться к Наталье, то есть, у вас достаточно засушливая зона, да, как мы видели по фотографиям, как вы вообще применяете и применяете ли вообще такую технологию защиты, к примеру, Гарда Голд на подсолнечнике. Конечно, применяем, есть свои, конечно, особенности, самая главная особенность, да, при применении почвенного гербицида, это нужно поймать почвенную влагу поверхностную. У нас зачастую очень часто идут суховень, которые буквально верхние, там, 2-3 сантиметра высушивают очень быстро, и если мы попадаем на сухой слой, соответственно, у нас низкая эффективность от применения почвенного гербицида. Те хозяйства, которые подсаживаются на эту технологию, понимают от нее результат, видят ее, да, они, в принципе, применяют уже готовые, как бы, опрыскиватели специально для внесения почвенных гербицидов. Остальные же используют, как правило, такую технологию. У нас идет сначала кущение, культивация, которую мы делаем, предпосевную обязательно передпосевную. Мы делаем культивацию, потом мы вносим почвенно гербицид поверхностную, и потом сразу запускаем штригельную барану. И где-то к вечеру этого же дня у нас идет после этого посев. После этого мы на поля уже не заходим, потому что у нас вероятности выпадения осадков не так велики, и чтобы не рисковать, мы делаем вот такой механизм или такой шлейф операции, мы делаем у нас в Оренбургской области. Зато позволяет получить очень высокий урожай. Да, это на самом деле очень достаточно интересно. Если посмотреть вот эту фотографию, да, вот с левой стороны, там, где не была проведена обработка, хочу вернуть, да, видите, вот она просяночка, и там, где был применен почвенный гербицид, вы видите, какая разница. Если посмотреть топ, это у нас лавинка, да, вот так у нас посевы стоят практически до уборки. А подскажите, Наталья, то есть, как бы, насколько я правильно понимаю, то есть, вы иногда обходитесь просто одной почвенной обработкой Гарда Голд, и до самой уборки больше не заходите в эти поля, то есть, хватает, да, то есть, вот по той технологии, которую вы рассказали. Да, получается, мы применяем почвенный гербицид, и после уже никаких механических обработок не приходится делать, мы их просто не делаем, то есть, одной обработки вполне достаточно. Спасибо, Наталья. Я бы, коллеги, хотел еще обратить ваше внимание на отсутствие фитотоксичности у продукта Гарда Голд по сравнению с оксифлюорфеном. Мы можем посмотреть, то есть, проводились опыты, специально смотрели, то есть, посев был в один и тот же день, то есть, как бы, после обработки различными гербицидами, после применения почвенных продуктов, соответственно, мы посмотрели, как они действуют на всходы, соответственно, подсолнечника, и видим, что Гарда Голд очень мягкий к культуре подсолнечник, и разница получается за счет вот этой вот мягкости. Можем посмотреть выражено в расстоянии, соответственно, вот видите, 70 сантиметров, да, то есть, растение не испытало никакого стресса, и здесь у нас 55 сантиметров, то есть, растение не испытало какой-то стресс. На других фотографиях тоже приведены токсикозы, да, непосредственно гербицидные, что выражается непосредственно в урожайности. Понятно, что, как бы, уровень урожайности мы такой тоже можем получить, но, извините меня, когда у нас с вами 7 сантиметров разницы, то получается, тут стоит задуматься о применении более мягких продуктов, если вы работаете непосредственно в почвенном сегменте. Помимо того, что нам в классическом, скажем, почвенном сегменте, мы работаем, соответственно, почвенниками. Те, кто не работает почвенными продуктами, соответственно, у нас остается проблема по злаковым сорнякам. Всем прекрасно известно, что подсолнечник провоцирует появление злаковых сорняков, таких как, например, просянки, да, виды просянок, щетиньки. В этом спектре защиты можно предложить вам продукт, который называется Физелат Форта. Сегодня мы много видели его носой, как он работает. На самом деле, продукт достаточно очень универсальный. На подсолнечнике он работает действительно очень хорошо. Это показывает те объемы, которые применяются в Алтайском крае. То есть продукт отрабатывает в любой фазе сорняка, то есть имеет достаточно широкий спектр именно злакового засорения, по которому он работает. Плюсы данного продукта, еще раз повторюсь, что это достаточно быстро, эффективно и достаточно высокий температурный интервал, когда необходимо с данным продуктом поработать. У меня вопрос к Наталье. То есть, как бы хотелось бы узнать, то есть у вас же есть в Поволжье территории, к примеру, Казани, Башкирии, там, где разный температурный фон и разные погодные условия. И Оренбург, и Саратов, Самара. Как у вас отрабатывают продукты физиоотворда? Я хотела бы вернуться еще к тому, что если вы имели почвенный гербицид, понятно, что у вас никаких сорняков нет и у вас при этом междуряди абсолютно чистые. Классический сегмент – это либо междурядная обработка, либо применение почвенного гербицида. Междурядная обработка, конечно же, не обеспечивает, скажем так, полную защиту от сорной растительности, потому что прорастает сорняк в самих редках, да, и оттуда мы их взять ничем не можем. Зачастую до этого использовали механические, механическое обронование, то есть у нас проводилось на гибридах классического сегмента двойное обронование. Одно обронование было вслепую, второе обронование было уже по всходам. В связи с тем, что климат интересно меняется, в этом году была очень холодная весна, да, и в прошлом году она также была холодная, и зачастую просто, грузовидный сорняк не всходит, да, и эти ниточки не тянутся. И, соответственно, появляется такая проблема – это злаковый сорняк, который уже механически снять на гибридах классических никаким образом не получается, и почвенный гербицид был не применен. Отсюда стали применять очень сильно именно фюзелад форта, потому что этот, во-первых, гербицид обеспечивает, наверное, самое безопасное применение, да, во-вторых, вы же понимаете, что злаковый сорняк, он вертикальный, да, и лист подсолнечника, он горизонтальный, соответственно, очень важно, чтобы не было никакой фитотоксичности, и на злаковом сорняке очень важно, чтобы он хорошо прилепился к вертикально стоящему сорняку. Соответственно, фюзелад обеспечивает, ну, максимальную эффективность, какие бы другие продукты, я не видела, которые применяют по вегетации, это его самый большой плюс. У нас в Бабашкирии мы, скажем так, дожили до того, что определенные технологии вызывают определенные, скажем, видовые составы сорняков на полях. Если когда применялась глубокая отвальная спашка, то, как зачастую мы пыреи, например, не видели, да, потому что это как бы уходило с путем обработок. Так как сейчас перешли на наутил, на так называемый, да, и вырастили такой определенный бич, как пырей, и очень много хозяйства обращаются, что делать. Я всегда говорю, конечно, что делать с приемом, это применение ураган-форта с осени. Это самое оптимальное место, да, когда его оттуда можно взять полностью. Но если уж так получилось, что столкнулись с такой проблемой, то можно сдержать полтора-два литра. Фюзелад наш опыт показывает, что очень хорошо сдерживает, и культура дает хороший урожай. Спасибо, Наталья. Если переходить к следующему сегменту, да, то это сегмент Клеофилд, который, соответственно, применяют на полях практически на каждой, скажем, в каждой территории, где сеется подсолнечник. У данного сегмента есть, соответственно, свои плюсы, и, соответственно, есть свои недостатки. Плюсы, самый первый плюс производства системы Клеофилд, это, конечно же, контроль заразихий. Для нас это пока не сильно актуально, но мы берем пока это, скажем, себе на вооружение, и будем смотреть. И второй плюс, да, который для нас более актуальный, то это достаточно широкий спектр сорной растительности, которые данная система контролирует. И тоже достаточно быстро и комфортно мы можем накрыть достаточно большие площади по сравнению там с той же междурядной культивацией. То есть как бы там более низкие затраты на ресурсы, да, там на ГСМ, на людей, на технику. Но помимо положительных, есть и отрицательные моменты, то есть получается по данному продукту. Во-первых, это самый высокий отрицательный момент – это риск токсичности, да, то есть как бы тут четко нужно понимать, в какую фазу непосредственно нужно обрабатывать, в какую фазу сорняка, в какую фазу подсолнечника. На этот момент много теорий есть, много практик, то есть кто как отрабатывает, соответственно, по данной технологии. И еще один есть, скажем, такой недостаток, да, либо отрицательный момент, что при использовании данной технологии она должна использоваться в чистом виде, без каких-либо баковых смесей. Иначе мы можем получить достаточно большой риск фитотоксичности. Если переходить к данной технологии, то у компании «Сингента» есть продукт, он называется «Каптора», который полностью подходит под данную технологию и, соответственно, содержит в себе все действующие вещества из-за замок и мазотопир с дозировками 1,1,2 литра на гектар. А вот здесь как раз-таки хотелось бы сперва спросить, как данная технология в Поволжье отрабатывать, потому что площадей там, как вы сегодня слышали, достаточно большое количество. А потом уже поделиться, скажем, нашими данными, которые получаются у нас. Для нас, скажем так, технология Clearfield занимает очень большой процент. Почему? Во-первых, потому что в хозяйствах просто элементарно не успевают сделать междурядную культивацию. Соответственно, часть площадей – это те, которые идут чисто под гербицидную обработку. Эта технология позволяет снять как многолетний, так и однолетний сорняк. То есть, если мы говорим про почвенный гербицид, мы имеем в виду только однолетние сорняки. Если мы говорим про сегмент технологии Clearfield Plus и гербицид Каптора, и сейчас у нас будут обновления, скажем так, в этом сегменте продуктов, то тут, конечно же, мы можем снять по вегетации такие, скажем, злостные сорняки, как асота. И, соответственно, тут, применяя обычную культивацию, тот же самый вопрос, в междуряде мы снимаем сорняк, подрезаем, но, опять же, его до конца взять не можем, мы его просто подрезаем, и если у вас идут осадки, то, собственно говоря, многолетний сорняк будет отрастать. Конечно, технология Clearfield и применение гербициды Каптора позволяет максимально снять сорную растительность на поле. Но тут нужно тоже понимать, есть свои плюсы и минусы. Во-первых, есть ограничения по севобороту. Если это Оренбургская область, то у нас после посева подсолнечника по технологии Clearfield Plus категорически нельзя сеять ячмень, это в нашей зоне, в Оренбургской. Если мы сейчас возьмем Башкортостан, там, где вы видели, 450 мм осадков, то в этой зоне ячмень сеется. Бывает, что вообще нет фитотоксичности, зачастую не бывает. Бывает, бывает, только если где-то в перекрытии, потому что там достаточно количества осадков, поэтому нужно понимать, сколько в вашей зоне выпадает осадков, для того, чтобы понять, какая культура может потом пойти после такого подсолнечника и применения такого гербицида. Ну, тут вы видите, да, тут очень четко видно. У нас, конечно, самый прогрессирующий сорняк – это молочая лозана и асота, естественно, да, трудноискоренимые. Вот такая была оставлена, оставлен участок реферная, да, и потому что большие участки, сами понимаете, оставлять никто в хозяйствах не будет, потому что это деньги, недобор урожая, поэтому мы тут накрывали, оставляли, вот вы видите, вот такую вот картинку. Максимальная доза применения – это 1,2 литра. Зачастую задают такие вопросы, да, это… А можно ли больше, если мы там проморгали, а сад у нас дошел до колена, да? Больше нельзя, 1,2 – это предельная норма. Еще раз хотел напомнить, это 4-5 листа по культурному растению, по подсолнечнику, не более. А может быть, существует, то есть, как бы, какие-то еще, то есть, как бы, кто-то у вас экспериментировал, там, по одному листу, то есть, как бы, на что ориентируются, то есть, как бы, в основном ваши производители? На что ориентируются? Вообще наши производители ориентируются, конечно, и мы советуем, в том числе, ориентироваться все-таки на сорняк. То есть культура позволяет на 4-5 лист, но если мы будем сидеть ждать 4-5 листа, зачастую поле зарастает и соответственно вы потом сорняк снимаете, но он уже всю влагу забрал, он уже повлиял, затенил растение, оно начало крутиться, соответственно вы уже не получаете той размерности корзинки, на которую рассчитывали и уже автоматически получили снижение урожая. Поэтому в этом отношении обязательно ориентироваться именно на сорняк на поле, это самое главное. Не ждать 4-5 листа, то есть мы спокойно со 2-го, все понимают, у подсолнечники первые 2 листа, 2-7 доли, потом когда 2 настоящих листа, с этого периода вполне можно начинать обработку этим гербицидом, никакой фитотоксичности не будет, бояться не надо, самое главное вы снимете сорняк на ранней стадии, вы получите более высокий урожай. Спасибо, Наталья. Я коллегам бы хотел показать тот опыт, который закладывался в этом году у нас в хозяйстве, то есть мы закладывали обработку препарата Каптора и соответственно был контрольный вариант, где не проводилась гербицидная обработка. Как следствие, то есть мы получили на урожайности, где был применен гербицид Каптора 19 сантиметров с гектара, на контрольном варианте мы получили 15. Надо сказать, что на контрольном варианте мы получили достаточно много, то есть бывают и случаи, когда у нас было бы достаточно большое количество влаги, если бы было бы у вас в Алтайском крае в этом году больше влаги, то мы бы не получили эти 15 сантиметров, у нас урожайность была бы достаточно низкая. Все знают, как злаковые растения и другие сорные растения могут сильно угнетать развитие подсолнечника. Поэтому такой вот вариант у нас получился в Алтайском крае. Хотелось бы еще напомнить некие правила, что когда вы покупаете, к примеру, гибрид, то есть либо продукты для защиты этого гибрида по технологии Клеофилд, внимательно нужно смотреть тот продукт, который вы берете, потому что зарегистрированы ли он по системе Клеофилд. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, если вы покупаете гибриды компании Сингента, у нас есть на мешках специальные вот такие вот значки, которые предупреждают вас, что непосредственно этот гибрид разработан под применение компании Сингента и компании БАС как устойчивый к гербицидам производственной системы Клеофилд. И, соответственно, некоторые моменты, которые, скажем так, особенности применения Капторы, да, то есть как бы именно гербицидов по технологии Клеофилд, мы, в принципе, уже говорили, то есть как бы, но лишний раз стоит остановиться, да, то есть как бы на плюсах и на минусах данного продукта. Сергей так сказал мягко, говорит, ну получили так чуть-чуть, всего прибавку там 4 центнера, вроде незначительно, а 4 центнера на подсолнечнике, это ничего, что 12 тысяч рублей потеряли, собственно говоря, с гектара. Поэтому тут как оценивать, да, потому что культура, которая из года в год стоит недешево, даже тогда, когда она опускается до 15 тысяч рублей, да, потеря 2-3 центнера, это очень ощутимо и очень существенно для этой культуры. По особенностям, основная особенность, во-первых, у нас холодный период в это время, да, и бывают заморозки. Собственно говоря, регламент применения от плюс 10 до плюс 25 градусов. В весенний период я не советую применять ночные обработки, когда холодно, когда температура опускается там до 5-6 градусов, культура находится в стрессе, в этом случае лучше работать все-таки в дневные часы. Это как бы основная такая проблема, с которой мы сталкиваемся, особенно по Башкортостану. Если говорить про Оренбург, то там, конечно, бич, потому что у нас весны как таковой нет. У нас, я как агроном с большим стажем, да, у нас получается так. Сейчас броновать рано закрытие влаги, через 2 часа поздно, потому что все высохло уже на этот. Поэтому у нас очень сильные ветра и большие температуры разгоняются очень быстро, весна очень короткая. Соответственно, в период обработки у нас бывает, что температура зашкаливает за 30 градусов. В этом случае, конечно, обрабатывать тоже категорически нельзя. Самое, скажем так, я уже сегодня коснулась, да, то есть норма – это литр 1,2, это максимально, что можно применять. Больше смысла нет. Ну, наши сельхозпроизводители имеют такую проблему, как заразиха, имеют такую проблему, что у нас, вы сами понимаете, да, что сорняк одновременно на пуле не всходит, и он не стоит на делянке, да, и не ждет, когда дадут команду. Так, получается, что зачастую есть поздние сорняки, есть ранние сорняки. Соответственно, исходя из этого, потихоньку наши сельхозпроизводители сами это практикуют, это опыты уже их, да, начинают дробно применять, то есть снимают сначала одну волну сорняком, сорняка, тот, который вышел, потом немножечко, чуть позже добавляют, разбивают это 1,2 там частично. Но это их опыт, я просто хотела вам об этом сказать, да, чтобы избежать понижения урожайности. Выше этой дозировки применять категорически нельзя. Ну и, наверное, самая большая такая проблема, это то, что если вы применили гербицид Каптора на поле, и не дай бог, у нас просто был такой неоднократный опыт, когда заходит, бывает, что вредители, был, скажем так, не, как это, даже то, что Сережа сейчас показывает, немножко даже с опережением, то есть у нас был такой опыт, когда потом вредитель зашел и съел весь подсолнечник, а, соответственно, была уже на тот момент проведена обработка гербицидом. Понятно, что в этот год пересевать можно либо только этим подсолнечником, либо никаким. Сергей показывает сейчас слайд, да, это ваш опыт, я думаю, наверное, расскажет, да? Да, я, коллеги, поделюсь, смотрите, то есть, как бы, есть такие ситуации, когда мы выбираем, к примеру, различные гербициды, да, то есть, как бы, по ценовому какому-то позиционирую, происходя из тех сумм, которые вы располагаете, но тут четко нужно понимать, что правильное применение продукта, то есть, как бы, в зарегистрированной дозировке, вот, либо в незарегистрированной ведет к достаточно большому количеству после действий, да, то есть, вот в данном случае мы видим ситуацию с ячменем, да, то, что мы увидели там, где проводились показные демоиспытания в прошлом году, в этом году столкнулись, как раз-таки, с фитотоксичностью на яровом ячмене. Наталья уже сказала, что в зонах, там, где чуть больше влаги, это бывает, проскакивает, да, там, где чуть меньше влаги, соответственно, как бы, это не проскакивает. Берем Алтайский край, как бы, делим, на самом деле, он достаточно сильно делится по секторам, по районам, по наличию влаги, вот, по агротехническим, агроклиматическим зонам, и здесь тоже четко нужно понимать, что даже, когда мы покупаем, скажем, к примеру, аналогичный товар оригинальному, да, мы можем столкнуться с таким риском после действия. То есть, ну, это еще, скажем, не все минусы, которые могут быть по данной технологии, да, либо ошибки, не скажем, не минусы, а именно ошибки. Я знаю, что у нас есть достаточно большой опыт, Наталья, у вас, то есть, может быть, расскажешь про свой опыт именно непосредственно с удобрениями, с различными применениями препаратного каптора? Ну, смотрите, продукт очень довольно-таки такой жесткий, да, и в него понятно, что для того, чтобы была меньше фитотоксичность на само растение, понятно, что каждая компания, продукт дешевым быть не может, да, чем ниже риск фитотоксичности, соответственно, тем больше применяется веществ, которые снижают эту фитотоксичность, и которые являются закрытой информацией для конкурентов, да, что там, что еще добавляется, кроме действующих веществ, это всегда коммерческая тайна. Соответственно, чем мягче продукт работает, тем, скажем так, тем больше этих компонентов, да, которые обеспечивают защиту этой культуры. Очень частая проблема, с которой мы сталкиваемся, да, это очень хочется добавить какие-нибудь микроэлементы, да, и мы очень любим делать баковые смеси на зерновых, но подсолнечник с таким серьезным гербицидом, как, собственно говоря, не только каптора, да, это вообще гербициды по технологии Clearfield, но на капторе особенно я никогда категорически запрещаю ничего не добавлять в бак, давайте разводить в этой ситуации. Отдельно работаем гербицидом, отдельно работаем фунгицидом, потому что риск настолько не окупаем, да, то есть самое худшее, это вообще приведет к тому, что потерях, вообще вы можете потерять полностью все поле, самое мягкое, что может получиться, вы получите задержку на 2-3 недели по развитию, да, соответственно, вы опять же не сможете вовремя его убрать, и плюсом вы еще получите снижение урожайности. Поэтому в этом случае ничего добавлять нельзя. И еще такой вопрос, если вы выбрали эту технологию, часто бывает, да, всегда агрономов предупреждаю, предупреждаю, вы обрабатываете, пошел дождь, вы останавливаете, да, вроде бы там, говорят, вот я сейчас там у меня останется в баке, я только заправился, я сейчас быстренько отработаю, то есть тогда, когда дождик смывает часть воскового налета, да, у растения вот эту вот, и туда попадает гербицид, соответственно, вы получаете очень высокую фитотоксичность, то есть в этом случае предупреждайте своих рабочих, да, которые находятся на опрыскивателе, в случае дождя останавливаем обработку сразу. Ну да, в результате мы получаем вот такой вот эффект фитотоксичности на, казалось бы, достаточно устойчивых гибридах подсолнечника. Да. Если переходить к следующей технологии, то это технология Экспресс, сульфотехнология от компании FMC, то есть тут тоже есть свои ряд преимуществ, ряд недостатков, то есть самое главное преимущество, то это, скажем, достаточно дешевая технология, вот, у нее достаточно широкий спектр однолетних и двудольных сорняков, вот, достаточно гибкая норма применения гербицида, да, и отсутствие последействия, то есть, как бы, это один из плюсов, вот. Но минусы, какие-то недостатки, да, это отсутствие почвенного действия, вот, и отсутствие злаковых сорных растений, контроль злаковых растений, да, то есть по злакам необходимо будет вам работать еще дополнительно, по сравнению там с технологией Клеофилд, вот. Также есть отсутствие контроля заразихи, то есть, как бы, если для кого-то это важно. И хотел бы здесь напомнить, что к данной технологии, соответственно, необходимо использовать граминицид, противозлаковый препарат, но не совместно с, к примеру, гербицидом Экспресс, да, а в раздельности для того, чтобы нам не получить так называемый в простонародье эффект граммофона, да, чтобы не получить шляпки такие интересные. Поэтому, если мы работаем по данной технологии, Экспресс мы применяем отдельно, Фюзилат мы применяем отдельно. По дозировке Фюзилат, еще раз напомню, 0,75 литра, если у вас в основном однолетние злаковые, а 1,5-2 литра, если у вас многолетние злаковые. Что касается непосредственно технологий, которые мы хотели сейчас показать, что есть у компании Сингента, это все. Дальше мы бы хотели остановиться на еще одном таком важном этапе в выращивании подсолнечника, это фунгициды. Так как фунгициды на текущий момент набирают популярность, почему они набирают популярность? Потому что подсолнечник болеет. И все это прекрасно видят, что подсолнечник болеет и начинает, соответственно, испытывать различные варианты, то есть как бы как нам его вылечить, к примеру, как нам повысить урожайность. То есть мы с вами повышали урожайность, перешли на гибриды, испытывали сейчас различные варианты гербицидных обработок, различные варианты удобрений. На текущий момент мы дошли до того, что нам необходимо защищать наше культурное растение непосредственно от заболеваний. В компании Сингента есть ряд продуктов для непосредственного контроля грибных заболеваний. То есть первые – это продукты при обработке семян, многие покупают уже в гибридах, можно купить отдельно для того, чтобы обрабатывать сорта. То есть это непосредственно первый вариант именно фунгицидной защиты для того, чтобы ваши семена на всходе были по максимуму защищенные. И дальше есть уже фолиарные, то есть листовые фунгициды, такие как Амистар Голд и Амистара Экстра. И диссикант – это как элемент тоже защиты от корзиночных форм гнилий. То есть если мы, к примеру, не успели убрать сейчас, мы можем спокойно отреглонить, к примеру, и оставить этот урожай и убрать по зиме, по весне, как многие из нас это все дело практикуют. Какие же все-таки бывают заболевания? Давайте немножко напомним, какой вред они приносят. Вот. Я бы, Наталья, дал бы тебе этот слайд, потому что у вас все-таки заболеваний больше. И интересно, ты можешь поделиться с нами побольше. А потом я расскажу, что у нас. Да, в зависимости от погодных условий, соответственно, и такие разные заболевания. Если взять Оренбургскую область, понятно, что зона более сухая. Тут у нас основной бич – это все-таки ржавчина. То есть у нас это заболевание, которое встречается на каждом поле. Единственное, что зависит от интенсивности проявления, все-таки зависит от количества осадков, которые выпадают в июне, в июле. Сколько перепадает этих летних дождичков. Если брать Башкортостан, это, естественно, самая большая проблема. Это уже альтернариоз, это уже септериоз, и это белый гниль, корзиночная форма, проявление белой гнили. Это та проблема, которая, в принципе, уносит, ну, скажем так, от 60 до 80% урожая, но здесь 68% это связано с тем, что она еще и проявляется на всходах, да, и на всходах она очень сильно прореживает эти всходы. Если семена были обработаны кустарно, да, все-таки гибридные, покупая гибриды, они имеют более профессиональную защиту, соответственно, такие глобальные потери это приводит особенно тогда, когда выбивает на первоначальных всходах, да, влияет очень сильно на густоту. И это проблема, которую, когда мы имеем корзиночные формы, это проблема с кислотностью, это проблема с масличностью, потому что все это идет в бункер, и, соответственно, мы теряем качество, и потом либо не можем сдать эти маслосемена, либо пытаемся, если есть возможность, как-то размешать, да, это проблема, с которой очень часто сталкиваются у нас в Башкортостане. Коллеги, я бы сейчас хотел поделиться с теми данными, которые у нас есть по Алтайскому краю. В 2019 году мы совместно с Иваном Ивановичем Шелеком, это, получается, ведущий эксперт вне масличных культур, делали объезд непосредственно на обследование на заболевания. То есть мы объезжали Алтайский край, то есть мы были порядка в 7 районах, обследовали около 50 тысяч гектар, для того, чтобы посмотреть, а что непосредственно есть у нас в Алтайском крае, какие заболевания и против каких непосредственно заболеваний нам необходимо, скажем так, применять фунгициды. И к чему мы пришли? То есть на самом деле основные проблемы у нас примерно те же самые. То есть у нас достаточно было много белой гнили, но мы, так как мы ездили в августе, мы корзиночную форму ее не увидели, но мы точно знаем по вызову в производителе, что она у вас есть, ее присутствует достаточно большое количество. Но белой гнили получается мы увидели достаточно много, то есть это было стопроцентное распространение, то есть на всех площадях, где мы были, она была, то есть и в августе она составляла до 30%. То есть были хозяйства, которые корневая форма, то есть была степень развития была прям очень большая. Второе, скажем, заболевание, которое очень часто встречается в Алтайском крае, это ржавчина, она у нас тоже присутствует, то есть все зависит от погодных условий, то есть как бы как она развивается. Вот. Очень много фузариоза, то есть присутствует непосредственно на поле, то есть как бы до большая степень распространения, то есть как бы это вот все причины. Очень много альтернариоза, то есть видеть, да, то есть как бы на тот момент, когда мы были, степень развития была процентов около 10, но, соответственно, чем дальше периода созревания, тем степень развития по данному, скажем так, грибу, она просто-напросто увеличивалась. Вот. И достаточно большое было распространение того же фомоза, да, мы видим до 80%, то есть как бы это все присутствует. Септериоза пока у нас было не так много, пепельная глиня присутствовала, но ее было не в небольшом количестве. Вот. И, соответственно, что очень хорошо для нас, да, у нас не было фомопсиса, как вы знаете, фомопсис – это вообще карантинные заболевания, поэтому у нас он отсутствовал, и это хорошо. Но мы видим, что у нас вот как минимум есть 4, вернее, 5 заболеваний, против которых нам необходимо бороться, да, эти вот 5 заболеваний уменьшают ту нашу урожайность, которую мы могли бы получить при выращивании подсолнечника. Следующий слайд – это как раз-таки порог экономической вредоносности. Понятно, что у каждой болезни свой порог, то есть, как бы, где не допускается, да, где при первых признаках мы ее, как мы видим, мы начинаем отрабатывать, да, то есть, как бы, такие заболевания, как альтернариоз, то есть, мы видим, что если у нас 25% развития заболеваний есть, то мы начинаем, соответственно, обрабатывать против нее. Альтернариоз у нас обычно проявляется, как бы, в наливе. Вот. Вот. Если у нас, к примеру, ржавчина, да, то есть, как мы смотрим в любой период вегетации, потому что она может появиться прямо на всходах, да, она может появиться на десятой паре листьев, да, и как только у нас достигает 3-5% пораженных растений, нам необходимо, соответственно, производить обработку против данного заболевания различными препаратами. А когда и как, то есть, как бы, проводить обработку, я бы попросил Наталью поделиться с нами этой информацией, как лучше. Да, я тоже хотела прокомментировать. У нас тоже, к сожалению, к счастью, да, пока фомопсиса нет, слава богу, да, потому что пока до нас он тоже не дошел. Что касаемо фомоза, фомоз у нас проявляется, это в конце вегетации, тогда, когда уже идет налив, а вот альтернариоз и ржавчина – это те заболевания, которые проявляются еще до момента появления звездочки, да, на поле, и, собственно говоря, в зависимости от того, когда они появляются, там приходится принимать решение, какой фунгицид применять. Я думаю, ничего я для вас сейчас нового не открою, а может и открою, да, у подсолнечника в среднем, у раннеспелых гибридов в среднем где-то 22-24 листа. Посчитайте обязательно, сколько же на вашем подсолнечке формируются листьев. На позднеспелых, чем поздний гибрид, тем больше листьев, соответственно, там 28. Вот если у меня взять в Оренбургской области, то, например, у меня на Савенке 22 листа. Так вот, когда же провести обработку фунгицидом? Вот получается, если у вас 22 листа, да, то как раз 12 листьев от корзинки, верхние, если здесь, вот вам показать, да, именно вот эти вот, да, не знаю, видите, не видите, вот именно вот эти вот 12 листьев, 10-12 листьев вам будут формировать 76% вашего урожая. Именно вот эти листья должны оставаться защищенными, тогда у вас будет и масличность, и тогда у вас будет и урожайность. Нижние листья, 12 оставшиеся, да, которые снизу, они, в принципе, нам обеспечивают 24% урожая. Вот там, в тот период, максимально важно получить густоту, да, на что влияют гербициды. В тот период максимально важно отработать гербицидами правильно, чтобы не повлиять на генеративные органы, потому что именно там идет закладка корзинок, и это все вот эти 24% как раз связано вот с первоначальным периодом развития самого растения. Соответственно, 10-12 листьев от корзинки приносит вам 76% урожая. Поэтому это самая критичная зона для применения фунгицида. Что касается фунгицидов, хотелось бы остановить ваше внимание на фунгицидах группы Амистар, то есть, как бы, Амистар Голд, Амистар Экстра. Если переходить более подробно, Амистар Голд – это азоксистравина 125 грамм плюс дефеноконазол, дозировка 0,75, 1 литр. Данный продукт зарегистрирован на подсолнечник как фолиарное применение, то есть, как бы, как применение с помощью опрыскиля, так и с помощью авиа. Если кто-то практикует авиа применение, данный фунгицид зарегистрирован. Он выведен специально под широколистную культуру, для того, чтобы он как можно лучше закреплялся на листе нашего растения и как можно лучше контролировал те заболевания, которые присущи непосредственно подсолнечнику. Что касается его действий, то есть, как бы, это системный продукт, который обладает и профилактическим, и лечащим эффектом непосредственно на культуре. И хотелось бы сразу показать пару фотографий, пару доказательных, скажем так, базы, которые у нас присутствуют. Вот это опыт РНД против комплекса патогенов. То есть, мы видим, что здесь достаточно комплексные были патогены и альтернарии, и ФОМОЗ, и, скорее всего, еще и фузырез тут присутствуют, как эта обработка Амистаром Голд отличается от того контроля, который был непосредственно на данном поле. Тут четко визуально видна разница, даже визуально мы можем посмотреть, насколько эффективно отрабатывал Амистар Голд непосредственно в данном опыте. Также можно показать опыты против ФОМОЗа. ФОМОЗа, напоминаю, в Алтайском крае мы видели стопроцентное распространение и степень развития была до 80%. Мы тоже видим, что когда мы отрабатываем Амистар Голд в дозировке даже минимальной 0,75, он очень хорошо у нас контролирует, соответственно, данное заболевание как ФОМОЗ. И хотел бы дать слово Наталье, то есть по ее данным, потому что данные на самом деле интересные, за три года, чтобы она прокомментировала и рассказала, как данный продукт у них показывает себя. Ну, скажем так, коллеги, наши сельхозпроизводители пришли к тому, что они понимают, что надо применять фунгициды, потому что прибавка от фунгицидов в среднем, да, вот я вам просто предоставила данные нашего полевого города, который располагается у нас в Оренбургской области. Впервые мы применили фунгицид в 2018 году, да, и вот продолжаем эти опыты. То есть мы получаем в зависимости от отзывчивости гибрида, потому что все гибриды имеют разную определенную устойчивость к болезням, да, в той или иной степени. Соответственно, они по-разному реагируют. Минимум, что мы, как бы сказать, получаем из года в год, это в районе 2-2,5 центнеров прибавки. Максимум, конечно, наш предел доходит и до 6, и до 7, и там уже производственное применение сейчас идет, когда получают там и до 8, и до 9 центнеров прибавки урожайности. Если здесь посмотреть по затратам, собственно говоря, смотрите, значит, на сегодняшний день Аммистар стоит 2862 рубля. Это прайс 2021 года. Затраты на гектар при максимальной его дозировке, мы применяли литр, да, из года в год мы применяем только литр, потому что растение большое и проблемы с нанесением, поэтому мы берем все-таки по максимальной дозировке. В этом случае затраты плюс стоимость обработки у нас в хозяйстве, она стоит в районе 300 рублей. Вот такую вот чистую прибыль мы получаем дополнительно с гектара. Даже при 2,2 центнерах мы получили в этом году 3,5 тысячи при цене 30 тысяч рублей, потому что я сейчас не беру ту цену, которая сейчас на данный момент сформировалась, потому что у нас тут буквально вот сейчас немножко откат произошел, там на 2 тысячи практически, а так доходило до 40 тысяч, если партии большие, то есть торговали практически до 40 тысяч за тонну на этот. Если взять те года, которые мы испытывали в 2018 году, во-первых, продукт стоил, продукция стоила 15 тысяч рублей, да, вот мы брали ее минимальное, но фунгицид стоил намного дороже, да, то есть его стоимость прайсовая была в районе 4 тысяч рублей на тот период, поэтому мы расчеты ввели только по прайсовым ценам, то здесь, если посмотреть, то там чистая прибыль составляла в районе 2,5 тысяч, доходила до 6 тысяч. На сегодняшний день прайс пересмотрен, цена значительно снижена именно на Амистарголд, поэтому этот продукт стал еще более интересен. В целом, что хотелось бы еще сказать по применению, да, самая, так скажем, та проблема, с которой мы сталкиваемся, да, то есть по-хорошему для того, чтобы сдержать именно корзиночные формы гнили, обрабатывать нужно практически в цветении, но мы себе этого позволить не можем, да, потому что подсолнечник – это медоносная культура, и во время цветения медоносной культуры обработки, химические обработки на поле запрещены, даже если вы применяете чистую воду, потому что, сами понимаете, да, пчела, она, если она приходит с другим запахом, даже не инсектицидным там или даже не инфунгицидным, она просто пришла с другим запахом, то ее по большому счету просто сторожа не будут запускать в улей, отсюда будет происходить гипель, поэтому мы тут немножко ограничены в обработках, и мы обрабатываем, эти обработки проведены практически за 5 дней до цветения, вот если взять вот этот полевой горы, то есть звездочка, тянем, практически раннеспелые гибриды, чуть-чуть начинают уже прям появляться, как сказать, частично начинают появляться, желтенькие наши, скажем, эти лепесточки, да, и мы в этот период проводим обработку, для того, чтобы максимально захватить именно корзиночные формы гнилий. Предлагаю, Наталья, показать все твои фотографии, то есть их достаточно много, то есть вот именно то, что у нас, как работает Амистар Голд. Давайте расскажем, как наши сельхозпроизводители также применяют эти фунгициды, заодно и покажем их опыт применения. Как вы видите, да, это фотографии первые, потому что в 2018 году произошла регистрация нового продукта, он зарегистрирован только на подсолнечник был, да, на это сейчас немножко у него будет расширяться регистрация. Вот с левой стороны фотография, да, это альтернариоз, вы видите с фунгицидом и без фунгицида, какая разница, да, по ржавчине, ржавчину чаще всего мы видим с обратной стороны листа, жалко, что экран так близко не может передать, то мы получили прибавочку в районе 5 центнеров, сами видите, с Амистаром и без Амистара. Тут... Надо понимать, что этот продукт имеет не только лечащее действие, да, но и физиологический эффект, потому что я думаю, что уже, наверное, неоднократно про это говорили, да, что это там, что в состав входит стравилурин, азоксистрабин, которая обладает еще и физиологическим действием. Еще здесь хотелось бы сказать, вообще лучше применять любые фунгициды, не тушить пожар, да, тогда, когда у вас уже нет листового аппарата, тогда, когда у вас уже до корзинки практически дошла ржавчина. Останавливать этот процесс в самом начале периода, вот этот вот 12-й листочек, да, до захода вверх. В этом случае вы, конечно, получаете самые максимальные прибавки урожая. И, соответственно, здесь вот выведен гибрид, с левой стороны это самбра, это ранний гибрид из ранней группы спелости, а с правой стороны это эксперт, и гибрид такой более продолжительный, да, средний, поздний, можно сказать, даже группа спелости. Вот на нем была самая большая отдача, получили мы 6,3 центнера с гектара за счет физиологии. То есть на нем болезней не было, а именно вот физиологический эффект, вот который вы видите, принес прибавочку в районе 6 центнеров. Следующее. Это уже опыт 2020 года, это с амистаром, без амистара, вы сами видите, в этом году у нас довольно-таки сильное было проявление ржавчины, да, и мы получили, скажем так, вот такую прибавку, как в районе 6-7 центнеров. Достойная прибавка, я хочу сказать. Ну, если 6 центнеров на сегодняшний день перевести в деньги, да, то это звучит очень даже достойно, и самое главное, что затраты, вы сами понимаете, в районе там 3 тысяч, да, затраты, а прибыль от этого очень колоссальная. И сейчас с условием этого периода, да, с условием того, что уже люди пришли и научились работать с гербицидами на поле, научились получать хорошую густоту, уже поняли, что требует от них культура, потому что, ну, сами понимаете, с года в год затраты, и, соответственно, борются за каждый центнер, а тут появилась возможность получить дополнительно 2,5-6 центнеров. Ну, сейчас я покажу производственные применения, как люди, как хозяйство у нас применяют, и там еще получились колоссальные результаты на производственном применении. Вот я тут вот это пролистовала, верните, пожалуйста, тот слайд, да, вперед пошли, чуть-чуть назад, чуть-чуть еще один слайд покажите, назад. Кто листает? Листаем каши я, то есть как бы… Не спешите, смотрите. Значит, 2020 год, да, проявление физиологии. Я еще раз говорю, что все гибриды по-разному реагируют на… по-разному болеют. Вот здесь вот ярко выраженный физиологический эффект, то есть вы видите с левой стороны растения зеленые, да, листочки зеленые, это листья с разных ярусов берутся, с правой стороны вы видите, что у растений как бы наступает период, ну, переходит к периоду смерти, да, пошло, в принципе, некрофирование, да, то есть теряется хлорофилл, и растение начинает, скажем так, постепенно умирать. Следующую фотографию, следующий слайд покажи, Сергей. Чаще всего вопрос возникающий, да, это задает такой вопрос, я отработаю фунгицидом, у меня затянется вегетация. Этого не происходит. Я еще вот из года в год мы делаем такие опыты, специально меряем влажность на уборку. При уборке меряем влажность. Если вы посмотрите, вот они гибриды, я просто на тех слайдах вам показывала те гибриды, которые зачастую у вас используются, потому что меня Сергей сориентировал и сказал, что все-таки это ранее спелая группа гибридов. Если вы посмотрите, даже с поздней вегетацией гибриды, они приходят с влажностью абсолютно одинаковые. То есть вегетация гибрида зависит от его генетических особенностей. На вегетацию повлиять может только минеральное питание. У нас в регионе под подсолнечник практически не применяют минеральное питание, применяется только стартово в районе физическом весе, в районе 70 кг. Это аммофоски, нужен фосфор-карид для старта, для того, чтобы растение хорошо уходило вглубь. Вот это мы применяем. По вегетации селитра ни в каком его проявлении не применяется, потому что растет само растение, растет его вегетативная зеленая часть. При этом опыты наши неоднократно показывали, что если мы применяем селитру, то на урожайности это практически особо не сказывается. Повлиять на размерность корзинки не получается, а получить очень мощное зеленое растение получается очень быстро. И затянуть корзинку на более длительное созревание, потому что увеличивается ее паренхимная часть, увеличивается толщина, отсюда потом проблема с уборкой. Поэтому мы пришли к тому, и все сельхозпроизводители наши пришли к тому, что мы применяем стартово диаммофоска, как правило, в зависимости от того, у кого сколько денег или ту, которую они нашли. Это в районе где-то 70 килограмм по физвесу. Это вот так делает Оренбург. В Башкирии там влаги чуть побольше, они там могут дойти и до 100 килограмм при посеве. Селитру не рекомендуем. Поэтому бояться не надо. Фунгицид никак вам не затянет вегетацию. Это зависит, от чего у вас умирают растения на поле. То есть они могут у вас умереть от болезней, или же может они вызрют. Если стоит у гибрида вегетации 108-110 дней, будет зависеть от суммы активных температур, когда наберет это поле, и будет зависеть непосредственно от особенностей генетики по дням. Но никак фунгицид здесь не повлияет. Там у вас еще предварительно был вопрос опыления. Вот как раз на опыление влияет погодные условия, потому что если вдруг температура опускается ниже 6-7 градусов, то получается определенная стерилизация. Или же если сухо очень, у нас зачастую так бывает, когда очень высокие температуры, температура выходит за 25 градусов, за 30, то бывает также недопыленность. Это связано именно с температурными условиями. Это подсолнечник реагирует, это гибриды подсолнечника реагируют на погодные условия. Да, Наташа, спасибо. Достаточно интересная информация как раз-таки для производителей, то что фунгициды не влияют на влажность как таковые. То есть это только именно срок созревания. Я предлагаю немножечко нам ускориться и посмотреть непосредственно на другие варианты опытов, которые у нас присутствуют. Которые у нас есть, то есть на примере Амистара Экстра, то есть другой наш фунгицид, который есть в компании Сингента в портфеле Амистара Экстра. Да, мы сейчас там слайд пролистали. Получается, Амистар Голд у сельхозпроизводителей в прошлом году получил прибавку в районе 3,5 центнеров. В этом году у нас целенаправленно сельхозпроизводители пошли на приобретение уже, то есть не каких-то там наших демо-площадок, к которым мы привыкли, да, раздаем канистру, испытываем, показываем. То есть эта работа была проведена, и в Башкирии в этом году хозяйство применяли фунгицид. И если вы видите, да, вот по первому варианту, ОСП урожай, гибрид был не наш, гибрид был Генезис, это производственное применение. Там, получается, площадь 90 гектар была обработана Амистар Экстра, и 580 было оставлено без обработки. Мы когда туда осенью приехали на объезды на Т-0 Азимы, агроном бежал и показывал сам и фотографии, и показывал тот результат, который у него получился. Он говорит, это просто колоссально. Они получили плюс 9,8 центнеров с гектара. Если посмотреть другое же отделение, да, это у нас большой холдинг, если посмотреть другое же отделение, там был уже гибрид компании Лимогрейн, если посмотреть на нем, да, то на том отделении они получили прибавку 4,8 центнера с гектара. Дальше мы опускаемся ниже, это Чикмагужский и Мельузовский районы, это уже на границе с Оренбургской областью, там в этом году объявлен был ЧС по засухе в Башкортостане. Даже при такой засухе они получили вот такую вот прибавку урожая. Там был применен Амистар Голд. Эти районы были как раз у нас, скажем так, обижены в этом году природой. Дальше можно показать сами по себе фотографии, которые мы получили на... Ну, не мы получили, а мы собирали, скажем, эти фотографии от сельхозпроизводителей, где-то сами ездили, где-то просто они предоставляли. Давайте посмотрим следующее. Так, давайте. Это уже наши данные, то есть алтайские, которые у нас получились. Мы тоже получили прибавку на Амистар Голд, то есть используем на разных гибридах. У нас в этом году прибавка стояла 2 центнера, то есть как бы... Поэтому даже в наших условиях мы тоже получаем прибавку. Следующий как раз-таки это паспорт препарата Амистар Экстра, то есть как бы отличие от Амистар Голд, то что здесь чуть больше азоксистрабина, то есть как бы там было 125, тут 200 грамм. И, соответственно, есть продукт, триазольный продукт ципроконазол, который достаточно очень хорошо работает по большому спектру заболеваний, в том числе и по ржавчине. Так, секундочку. Если посмотреть примеры, те, которые были как раз-таки работой Амистар Экстра в Поволжье, то есть как бы тут мы визуально видим, что достаточно сильно и ярко отличаются даже на картинке, визуально можно понять, что как работают Амистар Экстра и, соответственно, посевы, которые не проводили обработки фингвицидов. Я думаю, Наталья скажет, какая тут примерно разница была. Расскажет. Разница была. Это позвонил руководитель этого хозяйства. Он прислал на WhatsApp вот эту фотографию. То есть получается, это его фотография, не наша. Он позвонил и говорит, что это что-то новое для нас. Он прислал эту фотографию. Урожайность, там прибавка получилась у него плюс 5 центнеров. Он был доволен до невозможности. Они уже, кстати, сейчас приобрели фунгицид на следующий год, да, на этот. Вот очень приятно, когда люди получают отдачу от того, что они делают и получают не только, скажем так, визуальный эффект, но еще и получают реальные прибавки урожайности. И на основе вообще цены в этом году, то это вообще просто колоссальные деньги, я бы так сказала, от этой обработки фунгицидом. Там рентабельность вообще просто колоссальная. Следующую фотографию покажите. Следующий слайд. Так, вот это мы взяли окта, да, с этих хозяйств. Именно протоколы по технологии. То есть вы сами видите, да, по прибавочкам, по тому, что они используют в хозяйстве. Вот там можно увидеть, да, что весной там было применено, да, если она вам, в принципе, достанется, поэтому вы сможете увидеть те технологии, которые были применены именно на этих полях. Следующий. Это вот как раз руководитель хозяйства. Смотрите, здесь получается за счет того, что это, скажем так, так, тут немножечко у нас, правда, получилась опечатка. Здесь Амистар Голд, а я наверху написала Амистар Экстра. Прошу прощения, увидела, но чуть позже. За счет физиологического эффекта, да, на поле, вот кроме того, что зеленого, да, потом, когда убирали, мы еще увидели разность, размерности листьев. То есть вот они уже были сухие, да, спохватились поздно, то есть не сделали в свое время учета, потому что это было производственное применение. То есть если вы увидите, то размер листа кардинально отличался. То есть физиология работает даже тут. Да, все это, да, достаточно красиво, все это дело визуально наглядно. То есть как бы на фотографиях мы можем реально оценить работу данного продукта. Да, тут это другое хозяйство. Это хозяйство, знаете, где это? Туда ближе к Казани. Очень много осадков, очень-очень-очень много осадков выпадает. И там присутствует корзиночная форма гнили. Это прям просто бич. Вот так выглядит внешне, да, следующий слайд сделаю. Я просто приблизь, пожалуйста, по... Следующий слайд покажи, Сергей. То есть это вот те этикетки, да, которые там были подписаны, когда мы отбирали. Вот такая вот выяснилась, скажем так, закономерность, да, на контроле было 42% повреждения корзинок, да, корзиночной формы. На Мистаре было 23%, но это хозяйство применило чуть-чуть, ну, как сказать, они поспешили, да, и применили фунгицид чуть раньше. Все-таки мы советуем дождаться, да, если есть возможность дойти за 5 дней до цветения, да, вот в этот период. Чем ближе вы подойдете к цветению, тем будет выше эффективность по корзиночным формам гнили. Наталья, я предлагаю дальше следующее, просто пролистать слайды и вкратце написать. То есть, как бы, я думаю, доказательной базы достаточно много. Мы видим, что на различных вариантах, в различных территориях применение фунгицида, оно оправдано, там, 3, 4, 5, 6 центнеров, то есть, как бы, у нас есть, и перейти непосредственно, вот у нас тоже, например, в сравнении с конкурентом было, да, Мистар Экстра, то есть, тоже 2 центра, и перейти непосредственно к матрице выбора фунгицида, потому что, мне кажется, наши слушатели хотят уже сказать, какой фунгицид и когда лучше применять, то есть, потому что доказательная база, то есть, как бы, тут все наглядно видно, вот, когда и какой фунгицид лучше применять и против каких заболеваний, потому что заболевания есть, и в любом случае, каждый фунгицид работает лучше по тому или по другому спектру заболеваний. Конечно, основная проблема – это ржавчина, да, потому что сейчас ржавчина у нас проявляется уже на семидолях, то есть, социальная стадия ржавчины появляется уже на семидолях. Обрабатывать в этот период фунгицидами смысла нет, потому что, во-первых, нет листового аппарата и нет смысла применять там вообще фунгицид по этой стадии. Обработки все-таки, если ржавчина дальше, как правило, потом начинается поднятие температур в это время, она приостанавливается, и если вдруг условия складываются, то обработка по ржавчине лучше все-таки делать на 10-12 лист в этот период, максимально, когда вы сможете зайти опрыскивателем по клиренсу своему. То есть, это все зависит даже, наверное, не столько от фазы, да, сколько от высоты вашего подсолнечника, потому что несложно судить, какая у него высота будет физиологическая. У нас это 10-12 лист. По ржавчине. Если проявление ржавчины в этот период, и у вас весь листовой аппарат забит ржавчиной, то в этом случае вы выбираете фунгицид Амистар Экстра, потому что именно он будет работать лучше по ржавчине. Если в этот период у вас яркого выраженного проявления ржавчины не наблюдается, то вы сидите и наблюдаете дальше. Если вы имеете высококлинистный опрыскиватель, собственно говоря, или можете провести обработку авиации, то вы ждете уже дальше проявления заболеваний, как оно у вас будет переходить с яруса на ярус. Для того, чтобы... У нас альтернариоз и симптериоз проявляются тогда, когда у нас в июле вдруг супер, или в конце июня даже начинают выпадать осадки. Зачастую у нас это редкое явление, когда вот прям сильно-сильно идут дожди в этот период. Если они идут, то мы массово начинаем видеть альтернариоз, потому что это заболевание начинает проявляться очень сильно. Но основная его вредоносность все-таки приходится на те 10-12 листьев, которые у нас потом уже идут в период созревания, когда вы уже визуально начинаете видеть проявление альтернарии. То есть вот как раз в этом случае, если это все-таки альтернариоз, то в этом случае это однозначно обработка по звездочке, как можно ближе к цветению подойти, и как раз вам обеспечит защиту листового аппарата вот этих 10-12 листьев от корзинки. То же самое относится к гнилям, потому что тут как возможно больше препарата затекет в саму корзинку, тем будет выше эффективность по гнилям подсолнечных, по корзиночным формам гнилям. То есть подводя итоги, можно сказать, что места РЭКСТРа мы отрабатываем, коллеги с вами, когда у нас есть большой риск развития ржавчины, а скажем в Сибири, на Алтае, в Челябинске, в Омске ржавчина у нас есть, когда у нас сложная мышечистая роса выстреливает, тоже мы обрабатываем Амистаром Экстра. Когда у нас больше темноокрашенных грибов, таких как Фомос, Септориоз, Альтернариоз, то мы позиционируем препарат Амистар Голд. И, как Наталья уже сказала, по фазам, то есть еще раз просто визуально напомнить, то есть Амистар Экстра мы работаем в фазу 10-12 листьев, если есть у нас ржавчина, и это та фаза, где мы можем зайти последний раз опрыскивателем непосредственно в поле. Что касается продукта Амистар Голд, то мы здесь позиционируемся в обработках звездочки, Наталья тоже сказала, как можно ближе к цветению, для того, чтобы тот защитный эффект был как можно дальше, к моменту созревания и эффективность работы непосредственно Амистар Голд, она, соответственно, достаточно сильно увеличивается. Можно добавлю, Сереж, это не означает, что Амистар Голд не будет работать по ржавчине, он хорошо работает по ржавчине, но профилактически, да, то есть если у вас уже нет превышения порога, вы обрабатываете, у вас ржавчина дальше уже просто-напросто не зайдет, он отлично срабатывает и очень хорошая эффективность именно по ржавчине, но при применении профилактически, а не тогда, когда у вас уже там полыхает на поле. Да, Наташа, спасибо большое за комментарий, то есть еще раз вернемся к общей системе защиты, то есть напоминаю, что у компании Сингента есть решение практически на все случаи жизни, соответственно, для подсолнечника. Если у вас остаются какие-то вопросы, компания Сингента всегда отвечает на эти вопросы, всегда консультирует, то есть можно обращаться к нашим сотрудникам, которые непосредственно бывают у вас в хозяйстве, то есть мы проводим сопровождение и помогаем в технологии возделания подсолнечника от посева до уборки. На этом у нас все, я хотел поблагодарить Наталью, то есть как бы за ее выступление. На вопросы не будем отвечать, потому что у меня там один вопрос красуется, я его не раскрыла. Я думаю, нам Наталья вопросы задаст. Коллеги, я думаю, Наташа, во-первых, огромное спасибо за твой колоссальный опыт, просто колоссальный опыт Поволжья. Захотелось очень посетить поля ваши, посмотреть, поездить по хозяйствам. Я надеюсь, что 2021 год позволит нам это сделать, и, возможно, из алтайских наших коллег мы тоже сможем вывезти к вам в Поволжье и, собственно, познакомиться, обменяться технологиями, опытом, возделыванием, обработками и так далее. Спасибо, очень интересно. Коллеги, у нас время очень сильно поджимает. Вот, вчера у нас был вопрос по поводу Агриклайма на подсолнечнике. Да, у нас есть тоже эта программа Агриклайм на подсолнечнике. И, соответственно, Людмила, я прошу тебя озвучить условия, чтобы наши коллеги тоже могли воспользоваться этой программой. Ребят, большое спасибо. Сережа, Наташа, спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Мы добрались до Агриклайма. Что такое Агриклайм? Еще раз, как уже вчера мы и говорили, это простое и понятное страхование продукции сингента, основанное на погодных рисках. Здесь отсутствует привязка к урожайности, то есть вы независимы от той урожайности, которая будет получена. И здесь нет необходимости... У тебя выключен микрофон. У меня включен микрофон. Меня не слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста, если меня слышно. Да, спасибо, Сергей. Все. Итак, Агриклайм. Это страхование. Здесь мы не привязываемся к урожайности. Нам нет... Спасибо, да, вижу плюсики. Отлично. И также нам нет необходимости привлекать людей для контроля тех погодных рисков, которые можем отследить на тех посевах, которые планируем застраховать. Еще раз. Система Агриклайм позволяет оценить риски на полях на основании базы данных, которая имеет 20-летнюю статистику по погоде из приложения Симорф. Вообще данные предоставляются международным провайдерам метеоданных Метеоблю. Данные эти предоставляются для каждого географического квадрата 20 на 20 километров и по всей территории России. Павел, да, спасибо за комментарий. Чуть дальше мы посмотрим, какие периоды страхования предлагаются для посевов подсолнечника. А сейчас давайте поговорим о погодных рисках, которые мы включаем в программу Агриклайм на посевах подсолнечника. Первый погодный риск – это засуха. Засуха, он считается по сумме осадков за период, за выбранный период. То есть наши исторические данные подтягивают тот стандартный уровень осадков, который есть в этой территории. Соответственно, устанавливается определенная норма. Если уровень осадков не достигает этого нормативного уровня, начисляется выплата. Это что касается засухи. Следующий параметр – это жара. В этом случае считаются дни с повышенной температурой. То есть когда температура равна, либо превышает 33 градуса, соответственно, также устанавливается нормативное количество дней с повышенной температурой в тот период риска, который вы подобрали. И за каждый следующий день с температурой начисляется выплата. Но, опять же, о каждом погодном риске вы можете подробную информацию получить как от наших менеджеров, так и на сайте компании, либо по звонку по горячей линии. Итак, Агриклайм на подсолнечнике. Как мы уже и обсудили, это два погодных риска – жара и засуха. Есть условия по участию при покупке семян. Они перед вами. И давайте чуть подробнее поговорим по приобретению средств защиты растений. Скажем, если в прошлом году вы приобретали такие продукты, как Гарда Голд, Каптора, Амплига, либо Амистар Голд, вам необходимо будет увеличить этот объем продукта на 10% к уровню прошлого года. Если же вы не приобретали данные продукты и только планируете их применить у себя на полях, соответственно, вам необходимо защитить порядка 200 гектар. Это минимальная площадь для включения в программу Агриклайм. И вы также будете являться участником этой программы. Выплаты возможны до 35%. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вы можете приобрести как семена, так и СЗР по отдельности, либо вместе. По периодам риска. В этом году у вас будет возможность выбрать три периода риска. Это с 1 июня по 20 июля, с 10 июня по 31 июля, либо с 1 июля по 20 августа. То есть выбор, в принципе, есть. А вы уже, зная также в примерную погоду, которая происходит, вы можете предполагать, какой из периодов для вас наиболее критичен и важен. И еще раз посмотрите на продукты. То есть если вы еще не приобретали какой-то из этих продуктов, то есть приобретя продукт для защиты 200 гектар, вы можете уже его застраховать в программе Агриклайм и получить, соответственно, выплату. Также для тех наших партнеров, которые участвуют в программе лояльности Агробонус, есть возможность поучаствовать также в программе Агриклайм. В данном случае минимальная сумма баллов для 100 гектар составит 16 тысяч, площадь покрытия от 100 гектар и максимальные выплаты по рискам также составят 35%. Периоды для риска те же самые. Хочу напомнить о том, что Агробонус – это программа, в которой могут участвовать все юридические лица, индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители. За покупку приобретенных средств защиты растений и семян вам начисляются баллы. Соответственно, этими баллами вы можете рассчитываться в том числе для участия в программе Агриклайм. И теперь 5 шагов по правилам участия в программе. Первый шаг – это свяжитесь с менеджером компании «Сингента» для создания заявки. Второй шаг – выберите период страхования и укажите координаты полей, которые планируете застраховать. Для подписания договора необходимо предъявить документы, подтверждающие факт покупки, а также обновленную карточку с реквизитами предприятия. По окончанию периода страхования – это четвертый этап – вы получите погодные отчеты. Соответственно, можно будет сделать вывод о наступлении либо не наступлении страхового случая. После подписания бонусного соглашения вам будет начислена выплата. Вот, собственно, такие простые шаги. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании либо по горячей линии. Также вся информация есть на сайте. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok